С чего начинается мое утро? Ну что, мы закончили играть топ-3, а сейчас я наконец-то буду продолжить краситься. Я пока играли успела сделать контуринг, консилер, и теперь я буду красить бровки. Я сейчас буду делать макияж, потому что буду начинать видео. Ну что, я накрасилась, одела, я сегодня очень поздно начала влог, но все равно весь день была дома, так что ничего интересного. Снимала вам видео, представляете, снимала вам видео, что в моем телефоне, и все это время у меня не записывалось ничего. Только картинка. Звук и картинка с телефона у меня не писались, поэтому мне придется записывать все заново сегодня вечером. Но я пока сидела в отчаянии, записала вам видео по душам. Ну, уже на каких-то последних новостях рассказала, на вопросы поотвечала, ну такое, короче. Мои цветочки еще стоят. В инстаграме я с ними фотку укладывала, они такие красивые, сейчас уже умирают. Надела легкое платьишко, потому что у нас нереальная жара. И еду сейчас на студию, так как 25 мая я буду выступать с песней, когда уедем со школьного двора. Я очень давно была на студии, тоже писала там другую песню, бабушки на юбилей. Потому что 25 мая еще у бабули юбилей. Я дожила до этого дня. Я в летнем платье. И никаких кого так. Неужели? Мы сейчас идем в магазинчик за шоколадкой, а потом поедем на студию. Раз, два, три, четыре, пять. Чуть-чуть можно. Выхожу. Нет, нет, нет. Закончили. Ура. Мы приехали выбирать ресторан вот этому пупшу на годик. Убираем ресторан, вот первый. У нас будет сто семьдесят человек, прикиньте. Да. Чего? Где? А, я сразу не знала. Артур! Я в себя не узнала. Артур! Давай ручку. А сама-то красот? Артур! Нет, смотри. Камеру смотри. Малыш! Нет, не надо телефон кушать. Улыбайся давай. Ты себе улыбчивый мальчик. Серьезно? У-у-у! Следующий ресторан, к которому мы все больше склоняемся из-за вот этой вот дорожки с фонариками. Красивенько так. Ой, какой зал красивый. Здесь в коричневом свет. И никакого бордо. Я приехала домой и вредно питаюсь. Я монтирую вам видео. Сейчас час тридцать два ночи. Собственно, самое время монтировать видос, который я сегодня как раз таки снимала по душам. Так что буду сейчас монтировать и потом спать. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Короче, мне кажется, я забыла всю тригонометрию. Эту формулу будем под номером один, пусть она будет. Дальше. Формула под номером два. Раз тут Н стоит. Причем здесь вторая, третья. Третья. Я не знаю. Логика. Дальше девушку. Действительно. Особенно блондинку. Мы приехали гулять в парк. У меня 30 градусов жары, представляете? Я только вышла с математики в 11.30. Мы сразу сюда приехали. Ой, как красиво. В юбочке можно гулять. Я боюсь. Я же могу вот так, просто между ноги длинные. Я достану? А знаете, где вы? Городской клинической больницы. Класс, да? Но мы здесь по делам. Слава богу, больница никому не нужна. Тебе нужна больница, Кам? Конечно. Что мы это забыли? Скажи, пожалуйста. С города в Калкован. Да. Короче, я просто безумно устала. Вы не представляете? Мы сегодня что-то весь день прокатались по делам. В промежутках между делами гуляли. У нас сегодня была невероятная погода, но тоже от жары немного утомилась. Поэтому я сейчас приехала к бабушке. Лежу, жду папу. Он скоро за мной приедет. И поедем домой. Я просто не знаю, что мне делать со своим режимом. Как мне с ней вообще жить. Потому что я вчера очень поздно легла в итоге. Проснулась сегодня в 7 утра, но увидели. И, короче, пока мы ехали домой с папой, я уснула в машине. Приехала домой. Папа просто заехал во двор. Никто меня не разбудил. И я проспала в машине 2 часа. Короче, капец. Я сейчас зашла домой, покушала. Все уехали смотреть ресторан на Годик Артуру. Мы вчера вместе с вами ездили. Смотрели два ресторана. Первый нам не очень понравился. В плане... Ну, сам зал не очень понравился. Второй нам вроде как понравился. Но тоже как-то вот такое. И сегодня решили поехать еще один ресторан посмотреть. Но я в этот раз уже осталась дома. Вот. И сейчас я буду вам монтировать видео, которое я вчера не закончила монтировать. Здесь осталось буквально не очень много. Так что буду сейчас заканчивать. Всем привет. Всем доброе утро. Сейчас 12 часов дня. Я проснулась. Ну, как, час назад примерно. И сейчас иду в зал. Да, я сегодня очень долго спала. Я буду стараться исправлять свой режим. Но сегодня я записала в зал в 12.30. Пока что так. Потом буду стараться переносить время. Возможно, на более раннее. Или, по крайней мере, просто поранче вставать. У нас сегодня ужасная погода. Пасмурно. Солнца нет. Но я надеюсь, что хотя бы дождь не пойдет. И да, сегодня мое первое занятие в зале за последнее время. Сейчас покажу, что я надела. И я надеюсь, что моей силы воли хватит, чтобы не бросить все это. Так, не обращать внимания на бардак сзади. Просто я не заправила кровать. В общем-то, мой круп-топ от Adidas. Ну, спортивный топ просто, да. Если что, это не лифчик, это спортивный топ. Так что все нормально. Сверху курточка, так как я пойду сейчас сразу так. И мои лосинки спортивные. И кроссы, которые мне привез папа с Праги. Они у меня будут специально для спорта. Ну, все. Я на тренировочку. У меня, кстати, на волосах масло. Я вчера ночью нанесла. А это прям такое жирное масло. Я думала, что с утра пойду купаться сразу. Но, видите, с утра я иду в зал, оказывается. Субтитры подогнал «Симон»! То, что нужно после мучительной тренировки. Короче, сейчас будем делать масочку, которую мне подарила подписчица на встречи в Тестекплазе, когда была такая вот тканевая маска. Я буду смотреть вниз, потому что я еще для инстаграма и для сториз снимаюсь. Короче, я вам только что сняла видео про макияж летний. Так что на основном канале потом посмотрите. Короче, ребята, свершилось чудо. Мой компьютер заработал. Я закончила монтировать это видео. И сейчас я села монтировать видео про макияж, который я только что снимала. И да, уже 8 часов. Завтра у меня супер бешеный день. Я буду вам все-все-все-все снимать. Эти дни были такие расслабленные, не очень интересные. Следующие будут более прикольные. Итак, ребята, я уже отмонтировала оба видео. Вот это второе про макияж, который я сегодня снимала. И сейчас я сижу в прямом эфире. И как всегда, давайте, отправляйте в комментарии... Я не знаю... Ну, фиолетовые сердечки, окей. Кто был на этом эфире и кто видел себя, отправляйте два фиолетовых сердечка. А кто был, отправляйте одно фиолетовое сердечко. Надеюсь, вы не запутались. Вот так вот, наверное, хорошо будет видно нити. Кажется, у меня эфир завис. Видите? У меня так постоянно эфир завис. Ну, что делать? Вот так. Короче, я придумала, как я сделала так, чтобы снимать не только 10 секунд эфира, а чтобы побольше людей могли себя найти. Я вот так вот поставлю камеру. Вот так вот. И тут будет видно все комментарии. Потом я сделаю, ну, короче, типа как в тайм-лапсе, чтобы быстро-быстро-быстро. Вроде правильно сказала. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Каблуки на выпускной и к дедушке и бабушке на зонтую свадьбу. Так что выбирать. Я приехала уже в салон. И я взяла еду с собой. Так что сейчас я поем быстро. И через полчаса, наверное, начнется уже мунипер-педикюр и все такое. Субтитры Алексею Дубровскому! Я сажусь уже на педикюр. Пока я буду делать педикюр, буду обрабатывать вам хлопочки. На чужой педикюре умираю. Ура! Красота! Субтитры Алексею Дубровскому! Приехала домой, выбирая в чем пойду завтра на линейку. Немного в шоке, что уже завтра заканчиваю девятый класс. Ну да, у меня еще впереди предстоят экзамены, но все равно. Так что завтра я буду снимать вам, как у нас проходит линейка. Ну вы видите, да? Я барашка. Короче, я накрутила свои волосы, но сейчас они такие не очень прям красивые, потому что я их не... Ну вот так вот не порасчесывала руками, короче, они слишком такие ненатуральные, некрасивые. Мне нравятся, но с ними надо так поспать, иначе утром совсем без кудрашек проснуть. Такая смешная, я, конечно, с короткой стрижкой и с накрученными волосами. Сейчас у меня 2 часа ночи, я хочу немножко посидеть в эфире и потом идти спать. Так что увидимся завтра. Доброе утро. Ну что, сегодня у меня последний звонок. Я все разделала кудрашки. Так что сейчас я буду краситься. Так что сейчас я буду краситься. Ну что, я полностью собралась, смотрите, я нацепила свои заколочки, отброшь, свои сережечки. Все с жемчугом, в таком одном стиле. Свет не забудь выключить. Хорошо. И мне совершенно не верится, что сегодня я уже заканчиваю школу, что сегодня прозвенит последний мой школьный звонок, и что впереди меня ждут 4 экзамена, и все, больше я просто никогда не вернусь в школу. Это очень, это очень странно. У меня такое чувство, что это происходит не со мной, этого вообще нет. Ничего вообще не происходит, я вообще все это снится. Я хочу вам сказать, что если вы учитесь в школе, то наслаждаетесь этими годами. Да, когда мы такое говорили, я говорю, нет, быстрее бы ее закончить. Надоело. А сейчас я понимаю, что, блин, я буду скучать. Фух, неужели это и правда со мной? Даже не верится, что именно я сегодня, сейчас закончу школу. Моя выпускница. Моя взрослая девочка. Видите, какие у нас красивые ленточки? Вот видно, мое имя. Вот. Это Алина. Сейтхан, 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 сейтхан. Короче, мы ждем, пока не получается. Давай, делай. Он сам. Он, Зайк. Нет, ваше. Пусть и прочее. Нет, ваше. Нет, ваше. Нет, ваше. Нет, это подшипка. После этого уже поет Алина. Давайте поприветствуем отважных, прошедших шторм и школьных бурных лет, идущих в жизнь дорогу и поберь, выпускников торжественных и важных. Классный руководитель 11 класса Тульжанова Бахык-Балташевна. Классный руководитель 9 класса Забыджан Эльмира Аралбайкаде. Классный руководитель 11 класса Тульжанова Бахык-Балташевна. Классный руководитель 11 класса Тульжанова Бахык-Балташевна. Уважаемые коллеги, уважаемые учащиеся в нашей гимназии, уважаемые родители и, конечно же, мои дорогие выпускники. Вот и подошел к концу еще один учебный год. Год, который был насыщен интересными и в то же время сложными ситуациями. Сегодня прозвенит последний звонок для кого-то, он будет не последним, а просто заканчивается учебный год. А вот для вас, мои выпускники, он будет последним школьным звонком. Большую взрослую жизнь, и пусть он будет у вас успешным, и друзьями, с одноклассниками, и, конечно же... Я приехала домой переоделась, сейчас мы приехали в какой-то ресторан, кафе, чтобы отпраздновать окончание этого года. Правда, у меня впереди еще экзамены, но ладно. Отпраздную. Это какая-то странная курица и еще один куйру лагман. Мои будни, моя пятница продолжается. Я сейчас приехала на встречу поговорить по поводу контента по каналу. Ну, короче, по поводу моего канала. Тут все такое творчество. И у меня еще садится камера, я чуть подзарядила в машине, но так как в машине плохо заряжается, она сегодня чуть-чуть зарядилась, так что, возможно, на окончании этого влога я буду снимать на телефон. Но я буду стараться тянуть зарядку прям как могу сейчас, может быть. У кого-нибудь там, попрошу зарядку. Короче, вот так вот. Я приехала домой и сидела в эфире, но этого видели. И потом, короче, я легла и уснула. Сейчас час ночи, я где-то час назад проснулась. Смотрите, какой у меня подарочек. Мне буквально вот привезли. Разбудили меня подарком. Тут есть своя изюминка, но я вам не буду рассказывать. Может, попозже как-нибудь. И сейчас я должна скачать песенку, когда у вас у бабули юбилей. И у них золотая свадьба, я дедушка, наверное, рассказывала. Пусть завтра вообще будет супер-мега-бешеный день, как и все предыдущие. Ну что, сегодня юбилей и золотая свадьба по совместительству бабули с дедулей. Вот, так что я сейчас уезжаю на мероприятие. И мне кажется, что пяти дней пока что будет достаточно, потому что дни были безумно насыщенные, на мой взгляд. Я старалась вам снимать как можно больше. Вчера мы с вами вместе попрощались со школой, поэтому, наверное, второе такое крупное мероприятие во влоге уже не стоит пускать. Так что я сейчас взяла камеру, чтобы с вами попрощаться. Я надеюсь, что вам понравился такой супер-супер длинный влог. Я постараюсь его сделать в одной части. Надеюсь, что у меня получится. Пожелайте мне хорошего дня. Я желаю вам хорошего дня, удачи. И помни, ты личность и ты уникальна. Любите себя, мои хорошие. Всем пока.